Эта девочка испытывает нестерпимую боль, совершая, казалось бы, обычные движения. Для нее перевернуться с живота на спину – это почти невыполнимая задача. В свои год и восемь месяцев Аида до сих пор не может самостоятельно сидеть, ползать и даже жевать. Конечности малышки фактически парализованы. Мышцы стягивают так, что тело ломит и не слушается ее. Она должна была родиться нормальным ребенком, но неудачные роды сделали ее инвалидом. Произошло кислородное голодание мозга, то есть внутриутробно. Но они спустили как-то это самотек, и дальше все было точно так же. Я кричала, я орала, я злала, ко мне никто не подходил. И когда уже начали схватки, у меня была очень слабая родовая деятельность. То есть мне прям выталкивали из живота ребенком. Прямо меня вот так вот садились и выталкивали. Акситоцин много кололи. То есть все делали, чтобы я родила, но не получилось. Потом достали вакуум. Ну я уже там, уже почти, можно сказать, без сознания была. Меня просто вытащили в этого ребенка. Достали синюшную девочку. Аида родилась почти в безжизненном состоянии. Девять дней она провела в реанимации. А на 24-е сутки их с мамой выписали из 4-го роддома Саратова со словами, что все в порядке. И правда. Внешне ребенок выглядел нормально, а молодая мама была счастлива. Но никто из докторов не предупредил, что ждет ребенка впереди. И только через 6 месяцев врач поставила страшный диагноз. Детский церебральный паралич. ДЦП. Она говорит, делайте все возможное, чтобы ребенка вытянуть. Все возможное пробуйте. Я сразу начала везде ко всем неврологам платно ходить. И нашла хорошего массажиста. Начала с ним заниматься по платному, естественно. Везде все платно. Начала искать воитотерапевта. После этого жизнь Зарины и ее мужа сильно изменилась. Молодые родители начали усиленные поиски врачей. Пробовали различные методики восстановления. Прошли множество курсов массажей. Ездили на лечение в реабилитационные центры Пензы и Москвы. Чтобы не прерывать лечение, Зарина даже сама научилась делать ребенку специальные упражнения на вытягивание мышц. У АИДы сопутствующий диагноз – это еще квиновальгусная установка стоп. Это когда стопы у нас не 90 градусов, а носок смотрит вниз постоянно. И вальгус, то есть в сторону. Это все из-за спастики. Спастика тянет ее. У нее еще сопутствующий диагноз – астигматизм и косоглазие. То есть мы это тоже лечим все. У нас из-за сильной спастики могут быть под вывихи тазобедренных суставов. То есть спастика настолько прям тяга, что вот эти вот косточки, да, вот тазобедренных суставов, они могут вылетать. Но это очень страшно. И даже когда если делать операцию, дети, в принципе, почти не будут. То есть это такой вот шанс, который... То есть это все из-за спастики. Спастика давит еще на органы. На органы. То есть придавливает. Косклоз. Это все очень страшно, на самом деле. Специалисты говорят, что ребенок перспективный. Поэтому шанс значительно улучшить здоровье Аиды есть. И делать это нужно сейчас, до трехлетнего возраста, а времени осталось совсем немного. Чуть больше года. Ведь потом, потом будет намного сложнее и, скорее всего, необратимо. Самое главное сейчас сдвинуть ее с мертвой точки. То есть мы, если сдвинем ее с мертвой точки, поставим на четвереньки. Это вот самое главное, что вот с диагнозом ДЦП. То есть ее нам нужно поставить на четвереньки. Когда ребенок начинает стоять на четвереньках, он начинает садиться, начинает ползти, начинает чувствовать свой корпус. Он начинает чувствовать свое тело, свои ноги, свои руки, потому что он стоит на четвереньках. За лечение Аиды ее родители регулярно платят немалые суммы. Все заработанные мужем Зарины Средцева уходят на восстановление ребенка. Сейчас они поехали в Челябинский реабилитационный центр, где за две недели пребывания отдали последние 100 тысяч рублей. То, что оплачивает государство по ребенку инвалиду, это на самом деле для этих денег смешные деньги. Это 13 тысяч, это пенсия ребенка и по уходу 10. Это смешные деньги для ребенка. Как бы это ни звучало страшно, для ребенка инвалиды это очень мало. Мне взять любые деньги, я не знаю. Для продолжения лечения семья Алиева их планирует отправиться в Пензенский реабилитационный центр Адели, где маленькой Аиде уже на первом курсе лечения смогли улучшить работу руки. Теперь для дальнейшей полуторамесячной реабилитации требуется 300 тысяч рублей. Для Зарины и ее мужа сумма неподъемная. Но для вас, зрителей нашего канала, это не так уж много. Вместе мы сможем сделать эту семью счастливее. Я уже устала, понимаете, просить у всех. Я уже решила обратиться к вам, это последнее было, что я уже начала открывать сборы, сама мне пишут, я попрошаю, когда кому твой больной ребенок нужен. Постоянно пишут всякие гадости, понимаете, про ребенка. Мне, конечно же, мне не хочется ни у кого просить денег. Мне стыдно просить, мне стыдно. Почему люди мне должны давать на моего ребенка, когда есть я? Когда есть папа, ну такие деньги, ну вот человек даже с хорошей зарплатой. Он не сможет, понимаете, обеспечить, ну не то что обеспечить, он не сможет ребенка поднять даже с хорошей зарплаты, потому что это нужно постоянно, постоянно. Где такие деньги брать? Где? Ну я могу продать квартиру, даже я еще не проделу. Я могу. А где мне жить? А где ребенку жить? Помочь Зарине некому. Семь лет назад ее родная мама умерла от рака. С отцом они не жили. Зарина всегда мечтала о счастливой семье, но и в личной жизни Аллах испытывает ее. Давайте поддержим семью Алиевых и подарим возможность маленькой Аиде жить. Жить без боли и страданий. Реквизиты для помощи мы указали в описании к этому видео. Не оставайтесь равнодушными. Каждые 100, 50 и даже 10 рублей важны. Просим Аллаха, чтобы избавил вас и ваших близких от таких болезней.